О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Да, вы не ошиблись, это Totally Great Battle Simulator, и ваши глаза вас не подводят, потому что вы видите эту надпись. При альфа-версии 0.2.0 это новое обновление в самом крутом и самом точном симуляторе боевых сражений. Сразу скажу о том, что новости появились насчет этой игры. Теперь уже объявлена официальная дата начала альфа-теста. Это будет 15 ноября, и разработчики разослали всем, кто оставлял заявки, разослали письмо на английском языке. Если вдруг вы еще не поняли, что оно означает, я вам его переведу. Короче говоря, вот что они говорят. Что они думали сделать рассылку, то есть все, кто подал заявку, всем бесплатно, значит, короче говоря, спокойно разладите ключи. Но сказали, это будет очень сложно, потому что заявок было очень много. Поэтому они что предлагают сделать? Они предлагают вам оформить предзаказ на игрушку, на другую игрушку этой же самой студии под названием Cluster Trucks. Мы с вами играли, я помню, у нас есть серия по Super Trucks. Это модификация Cluster Trucks в стиле Super Hot игрушки. Короче говоря, они ее выпустили. Выпускают они ее. Она скоро станет у нас уже доступна. И они говорят, что каждый, кто сделает предзаказ этой игрушки, Cluster Trucks, получит ключ также к альфа-тесту Totally Accurate Battle Simulator. Таким образом, как бы, они, во-первых, поддержат свой новый продукт, который только что появился с Cluster Trucks. И с другой стороны, также они обезопасят себя от рассылки массового количества ключей. Им будет проще. И вам тоже будет проще. Вы сразу же получите Steam-ключ к альфа-тесту, которая, кстати, видимо, будет как-то там обновляться, добавляться. Вам не надо будет каждый раз новые билды вот эти скачивать. То есть, в принципе, все удобно. И тоже поддержать разработчиков, мне кажется, есть смысл. Потому что они реально делают очень угарные, простые, но очень угарные игры. Ладно, меньше слов, больше дела. Мы с вами сегодня будем обозревать эту обнову. Обнова огромная, я вам сразу скажу. Недаром она, значит, уже цифру 2 получила. Много есть, что обозревать. В одну серию мы, естественно, не вложимся. Но сегодня будет у нас начало. Поэтому давайте сначала посмотрим, что у нас добавили в сэндбокс. Сразу. Я еще не запускал ее. Я просто лишь видел вот этот экран. И он уже очень сильно меня вдохновил. Вот. Нам сразу же покажут здесь красный и синий треугольник, который обозначает, какая команда будет где. Во-первых, у нас появилось также еще здесь примерно расчет производительности. Если вы видите наверху, написано S-Performance. Двоеточек. Это означает, что предположительная производительность будет хорошая, если мы, допустим, никого не поставим сюда. Если мы, к примеру, сейчас вот нафигачим. Смотри. Смотри. Мы нафигачили здесь. Мы здесь нафигачили воинов. То у нас сразу появляется, что 140 юнитов на 112 юнитов. Это 100% будет хреновая производительность. Если FPS у нас будет жестко падать. Это неплохо. Неплохая функция, чтобы примерно рассчитывать, что мы потом увидим. А не так, что сейчас наставишь тут армию, потом включишь, получишь фигу с рыга и все. И что делать потом непонятно. Едем дальше. У нас также появилась возможность выбирать карты, на которых мы будем сражаться. И это просто офигенная штука. Я вам точно говорю. То есть мэп у нас теперь 4 варианта. Хиллс, видимо, это те холмы, на которых мы с вами уже сражались. Дезерт означает пустыня. Пустына. Это мы посмотрим. Все, не переживайте. Винтер означает зима. То есть прям, не знаю, там ледовое побоище какое-то будет проходить. И Джапан означает Япония. То есть японский ландшафт. Я не знаю, что за этим стоит. Но мы с вами это обязательно увидим. И также пробежимся по юнитам, которые у нас добавили. Первый новый юнит. Насколько я могу судить. Это самурай. Самурай за 50 чего-то там рублей. Пусть будет так. Самурай самый настоящий. Я помню, что когда мы в комментариях это обсуждали. И также я смотрел ветку обсуждений в дискорде. Вот этой Landfall Games, которая разрабатывает Totally Great Battle Simulator. Многие предлагали, говорят, сделайте самурая. И в общем-то разработчики прислушались, сделали самурая. Не знаю, как он будет выглядеть. Может быть рогатый. Может быть с катаной. Ну с катаной обязательно должен быть. Может быть в доспехах. Может быть голый. Не знаю. Это будем мы видеть дальше. Также за 60 рублей у нас появился Викинг. Тоже, кстати, многие писали о том, что давайте сделаем Викинга. Видимо у него какая-то должна быть броня. Не знаю. То есть щит. Не знаю. Какое-то оружие тяжелое. Дальше-дальше вроде все нормально. Все по чести, как обычно. Но вот также у нас добавили еще и Чикен Мэна. То есть Куросера нашего любимого. За 2000. За 2000 теперь мы его можем добавлять уже в наш сэндбокс. И соответственно устраивать экзекуцию Куросера. И посмотреть, каким же образом можно его эффективно убивать. И также за 5000 у нас добавили Чикен Мэн Мэн. То есть это Куросер Сёрн. Я видел небольшой трейлер, который был на специальном канале, YouTube-канале вот этой Landfall Games разработчиков. Там был пример, то есть такой трейлер, тизер даже я бы сказал. Про Чикен Мэн Мэна. То есть это босс. Но что это за босс мы с вами увидим чуть позже. А пока что давайте поехали посмотрим новую карту. И посмотрим с вами новых юнитов. Юнитов. Простите, что так долго затягивается наступление. Но просто реально есть что рассказать. Это я вам как бы затравку делаю, чтобы вам потом не терпелось ждать выхода новых серий. И также смотрите, у нас добавили вот такую прекрасную менюшечку. В режим, в режим компании. То есть вот смотрите, у нас теперь уже не 10 уровней, как было раньше. А 20 уровней, причем они разделены почему-то по 5. Может быть по сложности. Может быть они вообще изменились. Но теперь для того, чтобы открыть нам следующий уровень, нам придется проходить все подряд здесь. Этим мы тоже с вами займемся в одной из следующих серий. Левел 10, смотрите, у нас здесь отмечен жирным. Здесь у нас как раз Курасер был. Чикен Мэн наш любимый. Значит это босс. И левел 20 тоже у нас отмечен жирным шрифтом. Тоже скорее всего там будет какой-то босс. Может быть это будет Курасер-сер. Чикен Мэн Мэн. А может быть кто-то другой. Не знаю. Все это мы увидим. Есть что посмотреть. Есть чему порадоваться здесь. Реально радует, что разработчики не бросают игру, разрабатывают ее и делают это очень круто. Все, давайте посмотрим. Сегодня мы обозреем карты. И также немножечко посмотрим на новых юнитов. Слишком сильно их стравливать не будем. Просто посмотрим, как они выглядят, как они себя ведут. Что они себя представляют в общем-то в бою. Ну, хиллс и холмы, насколько я понимаю, мы уже смотрели. Давайте просто вот так вот по одному галандрацу. А нет, ни хрена подобного. Хиллс, холмы, это совсем другая карта. Погоди, тут есть камни. Тут всегда они где-то на горе сражаются. Никакой церкви, никакого кладбища, ничего нет. Тут просто, просто, это знаете как, кадры из фильма Горец. Давай, давай. По-моему красные стали немножко более красными. Нет? Может быть свет так просто падает. Смотри, как он ему прям на грудь стал победитель. Ладно, холмы мы посмотрели. Поехали, посмотрим, что у нас дезерт из себя представляет. Это пустыня. В пустыне предлагаю поставить двух варваров. То есть два конана встречаются. Вау! Все желтенькое. А что у нас на краю карты здесь? А здесь просто у нас бездна. Бездонная бездна. Вот такая вот, короче, карта. Это у нас пустыня. Ну ничего, выглядит круто. Камни и там, и там есть. Правда, они разного размера и цвета. Камни, по идее, подразумевают, что как-то, может быть, они будут препятствовать нашим сражениям. Я не знаю. Увидим. Ясно. Так, следующая карта у нас называется Зима. Винтер. Сюда мы давай поставим... Даже не знаю, кого. Давай поставим... Зимой, наверное, должны сражаться викинги. Вот как раз сейчас посмотрим, что из себя представляют викинги. Одного викинга против другого викинга поставим. 60 они стоят. Не так-то много. Самурай даже дешевле стоит. Но посмотрим, что они себе представляют. Воу! Ну, короче говоря, практически одинаковые карты, только различается цвет. Вот такой вот крутой викинг, короче, у нас. У него реально, смотри, щит, как и предполагали. Что такое? Погоди, а кто кого убил-то первый? Они друг друга зарубили. Еще раз запускаем. Смотрим, что у него есть у викинга нашего. Давай, давай, давай. У него есть вот такой вот топор. Крутой топор. Это, ну, в общем-то, оружие викинга. И у него есть также щит. Щиты... Щиты что у нас? Одинаковые. У всех одинаковые щиты. Почему они друг друга? Смотри, они друг друга убивают одновременно. При этом синий почему-то считается победившим. Судя по всему, юнит неплохой. Неплохой, потому что одной рукой он должен защищаться. Это как-то должно придавать ему стабильность. И с другой стороны, он может еще и атаковать. Как вот, допустим, мы возьмем того же щитовика или щитера, как мы его называем. Он не может особо атаковать. Он просто может постоянно, как бы, защищаться. Поэтому на этом фоне, на его фоне, викинг очень сильно выигрывает. Ну, понятно. И Джапан. Давайте посмотрим карту. Так, так, так. Ну, Джапан, конечно же, это у нас... Джапан. Правильно, Джапан. Это у нас, естественно, самурай. Вот сейчас как раз глянем, что они себе представляют. О, вот эта карта очень крутая. Смотри, у нас... О, здесь еще и вода есть. Смотри. Вот такой самурай. Короче, ничего, у него нет никаких доспехов. У него просто огромная катана в руках. Че, по воде бежит. То есть, сражение прямо в воде. Это у нас такой сад камней здесь. Ну, выглядит круто. Типа, сакура у нас тут цветет, да? Такая специфичная. Мне, честно говоря, не хватает здесь нашей стандартной карты. С церковью и полями, холмами и палаточным лагерем. Я не знаю, почему его не вставили сюда. Этот вариант. Мне кажется, он был крутой. Мне кажется, был он интересный. Может быть, он в компании остался. Скорее всего, да. Компания будет проходить на той карте. А здесь, чисто чтобы стравливать армии между собой, пришлось сделать вот такие вот обычные карты. Ну что, первые три. Холмы, пустыня и зима. Они практически идентичны. Просто цветом различаются. А вот японская карта вполне себе круто выглядит. Ну ладно, с этим разобрались. Что у нас тут? Новые юниты мы с вами примерно посмотрели. Предлагаю более детально на них сейчас остановиться. Посмотреть, насколько викинги, допустим, могут справиться. Я не буду сейчас каких-то сценариев придумывать. Там, викинги против, не знаю, там, турков. Я не знаю, с кем вообще воевали. Этого мы бы делать не будем. Просто мы сделаем... Мы просто посмотрим, как викинги ведут себя в бою. Викинги у нас будут красного цвета. Погоди, погоди, что-то... Что-то, что-то... Мышка куда-то уезжает. Куда-то уезжаешь. Давайте поставим 15 викингов. Смотрите, видите, у нас шкала перформанса. Или производительность показывает нам. 15 викингов поставим. И поставим, допустим, наших голодранцев. Ну сколько? 30-точку, смотри, поставим. Вот, я чуть-чуть, смотрите, превысил. 37 поставил. Уже медиум показывает, что средняя будет производительность. 35. 15 против 35. Посмотрим, кто кого. Хо-хо-хо-хоу! Ну, короче говоря, викинги сами по себе не очень отличаются, как бы, скажем так, высокой культурой. Но в любом случае они, кстати, нападают на еще больших неадлертальцев. Викинги организованы, конечно, были. Просто специфическое место проживания, специфическая культура, специфическое происхождение, ценности, соответственно. А что вы убегаете? Куда убегаете? Я не понял. Викинги не сдаются. Викинги не убегают. Викинги всегда идут вперед. Что-то вот щиты как-то не очень-то, похоже, им помогли. Смотри, их просто завалили. Ну, вот он нормально сражается. Все-таки в затылок получил. Все-таки получил. По башке и умер. Ну, что, один ты справишься? Нет, давай, смотри. Он рубит, причем, смотри, практически с двух ударов, по-моему, он зарубил. Неплохо! Что это было сейчас такое? На викинга совсем не похоже. Такие кульбиты. Слушай, ну они не справились, я смотрю. Они не справились с толпой. Викинги, вы что, давайте? Хэй, ёоу! За Вальгалу! За Одино! За кого там еще? Давайте, сражайтесь. Неплохо. Они нормально рубят, кстати, но вот эти щиты как-то не очень-то помогают, я смотрю. В принципе, в принципе, ну защищают, защищают. Но, смотри, они с одной стороны, этот щит. И, соответственно, кто-то сбоку может заколбать. Воу, на плече, на плече его понес. Как трофей, да? Нормально, в общем-то. Щиты помогают до какой-то степени. Но не особо-то, я смотрю, спасают. Давайте посмотрим, как эти щиты ведут себя против, допустим, против, допустим, стрелков каких-нибудь. Пусть это будут поучеры. Давайте поставим так же. Ой-ой-ой, а не понял. А что это поучеры у нас так ставят? Не понял. Ну, смотрите, даже изменилась здесь еще и расстановка. Может быть, их ставят специально, как бы, на таком расстоянии, чтобы, скажем, юниты, которые сзади стоят, ну, допустим, как-то, или поучеры их не убили. Я не знаю. Смотрите, вот такие почему-то они стали. Длинные прямоугольчики, которые занимают три клеточки. Так, смотрим. Наверное, это как-то связано с тем, что мы иногда действительно ставили юниты близко друг к другу, и они... И они стреляли друг к другу. Вот нормально, кстати, щиты вообще помогают. Они... Смотри, вообще ни одна стрела не попала. Ни одна стрела не попала в викинга, потому что он защищался своим щитом. Смотри, и даже сейчас вот он проткнут полностью этими стрелами, но он не сдается. Я не понял. А что такое? То есть, неужели... Смотри, смотри, он вообще, он весь истыканный. Неужели викинги не боятся стрел? Еще раз давайте попробуем. Вот смотрите, прямо сейчас буду стоять смотреть здесь. Кто-нибудь сляжет или не сляжет против этих стрел? Такое ощущение, что у них просто иммунитет. Вообще никто! Их, смотри, их протыкает! Их протыкает насквозь, но... Смотри, что это за подушечка для иголок? Смотри, что это за новый юнит? Ёжик такой, да? Им вообще хоть бы что! То есть, они умирают только если им попадают прямо, не знаю куда, в голову? Или что? Вы это сейчас видели собственными глазами причем, ребят. Ну ладно, давай-ка очистим здесь. Попробуем. Попробуем. Давай посмотрим. Как против пушкетов они себе ведут. Мушкеты, кстати, тоже у нас такие. Длинненькие. Это проще, на самом деле, разные, как бы, подразделения, разные виды войск делать разными блоками. Потому что поставишь, и потом хрен поймешь, кого ты здесь поставил. Это кто у тебя сейчас? Давайте поставим 15 на 15, чтобы честно было. И посмотрим. Пули пробивают ли щиты викингов? Так, что у нас? Изменений особо никаких здесь нет? Нормально. Давай-давай, стреляй. Стреляй, говорю. О, по ногам, по ногам. Они по ногам стреляют, но особо-то тоже, смотри, не сработало. Тоже особо не сработало. Викинги вообще могущественные, я смотрю. Эй! Ну-ка, щитами расцепились быстро. Вообще, викинги, по-моему, сейчас пока что... Пока что это один из самых сильных юнитов, я смотрю. Он и защищается от стрел. Он защищается даже от дробины, которая летит в него. Вот смотрите сейчас. Давайте смотрим еще раз. Сколько... Вот куда они полетят, и сколько из них сляжет. Они сейчас по-любому пытаются стрелять по ногам. Куда полетят пули? Пули реально летят по ногам. Потому что мушкетеры, видимо, понимают, что викингов так просто не возьмешь. У них щиты и пули не пробиваем. А-а-а! Вот сейчас опасно. Вы уже раскрылись, ребята. Ну-ка, ну-ка, расцепились быстро. Почему-то они по двое вон ходят. Смотри. Здесь двое, здесь двое, здесь двое. Я с Тамарой. Мы с Тамарой ходим парой. Да? У викингов такой, похоже, лозунг сегодня. Ладно, понятно. Слушай, ну круто, круто. Вообще круто. Давай попробуем, что у нас скажут викинги против, допустим, против, допустим, щитеров наших. Посмотрим, какие щиты круче. Смогут ли, смогут ли викинги пробить щиты кого-то? Римской армии. Да? Писали в комментариях, что эти щиты, они соотносятся с римской армией. 15 на 15. Абсолютно равный бой. Посмотрим, смогут ли пробить. Мне почему-то кажется, что викинги смогут пробить своими топорами. Своими могучими топорами смогут пробить эти огромные щиты. Ну-ка, что у нас здесь? Вау, пока что они просто затолкали нас. Эй, нифига себе, смотри. Щиты затолкали викингов? Хе-хе-хе, ни хрена себе. Зачем ты так запускаешь вверх? Что у нас происходит-то? У нас один викинг остался. Один, два викинга осталось. И они убегают? Хе-хе-хе. Против такой толпы они не готовы сражаться. Ну че ты? Давай, 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 руби их. Викинги не умеют толкаться. Смотри-ка. Викинги не умеют толкаться, они умеют рубить. Но зато наши щитеры умеют толкаться, но не умеют рубить. Логично. И похоже, что пока что в этих умениях побеждает преимущество, имеет именно способность толкаться. Смотри, реально, они толкают викинга, и у него сразу же отлетают все его щиты и все его топоры. Потрясающе. То есть я думал, ну, думаю, ну, наверное, какой-то несбалансированный юнит сделали они с этими викингами, что они могут всех рубить. А оказалось, нет, что обычный щитер может спокойно затолкать викинга. И вы это сейчас прекрасно видели. И вы это видели собственными глазами. Давай, руби его. Не, ни хрена. Один толчок, и он умирает. Причем, что у нас было? Не всегда, не всегда щитеры, они своими щитами могли столкать других юнитов. Ну, давайте просто ради интереса сделаем. Вот футманов тоже 15 штук поставим и посмотрим. Мне кажется, что щитеры раньше так себя не вели. Они одним толчком не выбивали оружие у других юнитов. Может быть, что-то поменялось в балансе. Смотри, они реально более красные стали, как раки стали. Армия раков против армия тайщеров. Давай, давай. Нет, реально, они выбивают. Выбивают оружие своими толчками. Охренеть. Я не помню, что такое раньше было. По-моему, раньше щитеры были вполне себе. Вполне себе. Это что такое? Это что у вас за вальс, ребят? Что это, танго вдвоем? Так, нормально, смотри-ка. Значит, ну что с вами не так, а? Ну-ка, встаньте, поедись. Не помню, что такое раньше было, но... Может быть, баланс просто какой-то. Сделали они, разработчики. Не только новые юниты, еще и баланс сделали. Потому что, на самом деле, баланс важная штука. Давай, давай, втыкай ему, втыкай, втыкай меч. Нет, ни хрена. Он просто выпивает. Ты жив? Нет, он умер, все. Я не понял, он что, победит сейчас? Ты смотри. Нет, красные все-таки победили. Ладно, понятно. В общем-то, действительно щитеры умеют толкаться и выбивать оружие. Окей, ясно. Так, ладно, с этим разобрались. Как насчет самураев? То есть, викинги против самураев. Давайте сделаем, как будто это происходит у нас в Японии. Так, это у нас здесь кто? Самураи у нас, наверное, должны быть... Ну, какие синие пусть будут? Синий самурай. Где ты? Была подобная песня в моей молодости. Так. Кто сейчас вспомнил, тут всплакнул. 15 поставим самураев. Мне почему-то кажется, что самураи не выдержат против щитов викингов. Все-таки щит есть щит. Да? Как бы это не переводилось, что на русском, что на английском. Так, 15 самураев, 15 викингов ставим. Давай. Оп, чуть-чуть. Ровненько должно быть все. Вот так, смотри. Ну-ка, смотрим. Битва. Битва при чем? Какие там города-то есть? В Японии. Так, камень явно мешает. Смотри, они залезают туда наверх. Ну что, смотри. Вот катаны. Катаны идут в бой и, в принципе, неплохо рубят, я даже смотрю. Ну, не так хорошо похоже, как топоры. Но они длинные, я так понял. И рубят причем сверху. Вы заметили, что они бьют сверху. Соответственно, юнит, который не защищен сверху, а викинги не очень-то защищены сверху, может попасть. Под удар. Пробуем еще разок. Мы всегда так делаем. Парочку. Запусков. Для того, чтобы понять, как бы, что-то не было случайностей. Посмотрим, что у нас сейчас. Давайте посмотрим, как у нас работают самураи. Они рубят сверху. Реально они достают. Проблема в чем? Что, когда самураи рубят сверху, он нагибается. Если он промахнулся, то викинг, викинг, он просто начинает рубить тоже сверху. Ему прямо в горбину вонзает свой топор. Давай. Воу. Вы видели. Отлично. Отлично. Самураи пока что вроде как превосходят викингов по боевой мощи. Потому что у них немножко разный стиль борьбы. Вообще крутотень. Как насчет викинги против пушки? Или хвачи? О, давай хвачу поставим. Посмотрим. Настолько крутые их щиты, что просто хвача не может их пробить. Ради интереса. Посмотрим. Потому что щитеры у нас тогда нагибались. И просто скрывались. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Так, эти тоже нагибаются. Эти тоже нагибаются. И... И почти все встают. Армия живых мертвецов. Совсем чуть-чуть. Сколько здесь? Три человека всего лишь полегло от хвачи. Ничего себе. То есть, викинг, он как бы вобрал в себя мощь атакующего юнита. И также еще и защиту щитера. То есть, защитного юнита. Неплохо. Неплохо. Как насчет пушки? Ну, я думаю, что против пушки здесь вряд ли что-то устоит. Посмотрим. Мне кажется, пушка, конечно же, разнесет викингов. Не то, что в пух и прах. Потому что пушка не сможет, наверное, совладать со всеми ими. Но... О-хо-хо-хо-хо! Вообще промазал! Эй, ты че косой такой? Не, ну пушка может, конечно. Но щиты не спасают. Щиты не спасают все равно. Ха-ха-ха! Все! Вау! Ничего себе! Они его рубанули. Толпа так. Викинги. Что они кричат? Напиши мне в комментариях, какой боевой клич викингов. Мне интересно это узнать. И для самураев, кстати, тоже. Вообще, по идее, мы можем для каждого из наших юнитов придумать свой боевой клич. Почему бы и нет? Кажется, это очень круто будет и весело. Так. А как насчет чикенмена? Смогут ли... То есть смотри, у викингов есть еще и щиты, которыми они могут защищаться, по идее, от куриц, которые выпадают из куросера нашего любимого. Давайте попробуем. Как насчет пятна... Давайте, пятнадцать викингов, раз уж цифра у нас сегодня фигурирует везде. Пятнадцать викингов против одного куросерчика. Нихрена, смотри, какой он здоровый. Кура-кура-куросер! Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап! Ха-ха-ха! Ничего себе! Смотри, выпадают у него попкорны. Так, поехали. Значит, смотрим, что у нас. Курицы! Ну, они если только в голову попадают... Смотри, они защищаются. Щиты реально защищают. Ха-ха-ха! Давай, отруби его! Вот смотри, как босс вообще сопротивляется-то. Лайка-босс! Но все равно получил свой топор в шею. Неплохо, кстати. Вообще неплохо. Вы видели это собственными глазами. Ну, причем, смотри-ка, куросер у нас стоит две тысячи, но почему-то с нас взяли две тысячи двести. Я не понимаю, с чем это связано. Манни-спен. Почему? Я не понял. Почему у нас здесь... Я не понял. У нас, смотри, ни одного юнита не поставлен. Нам уже говорят, что мы двести потратили. Что за бред? Может быть, мы арендовали поле для постройки. Я не знаю. Ну что, Chicken Man Man я вам не собираюсь пока что показывать. Это будет в следующей серии. Мы посмотрим с вами на этого супер-босса. Давайте я просто вам его... Просто так, очень-очень... Как он выглядит? Ну, он обычно выглядит. Давайте я вам просто покажу его очень быстро. Хе-хе-хе. Чтобы такое, знаете, сделать. Ха-ха-ха-ха! Вот видите, да? Вы видите его? Видите? Но это вы все увидите уже в следующей серии. Ну да, что? Затравка должна быть. В следующей серии мы с вами продолжим тестировать. Мы потестируем самураев. Посмотрим, насколько они крутые. Также мы с вами побьем... Попытаемся победить этого Chicken Man Man. Кура-сера-сера. Хе-хе. Кура-сер-сер. Почему он так называется? Именно Кура-сер-сер. Потому что... Потому что вы узнаете, что... Вы наверняка уже догадываетесь. Но я думаю, что все ясно будет уже в следующей серии. Давайте на этом закончим. Такой вот небольшой... Небольшой, очень поверхностный обзорчик был. Обновление. При альфа-версия 0.2.0. В Totally Accurate Battle Simulator. В лучшем симуляторе военных действий. На мой взгляд, в самом лучшем, в самом веселом. Может быть, он не такой точный, но он очень веселый. В любом случае, ставьте лайк этому видео. Потому что я уверен, что вам понравилась эта игра. И что вы хотите видеть дальше обновления. И серии по этим обновлениям. Подписывайтесь на мой канал. И еще раз напоминаю, что если вы хотите уже 100% получить себе возможность... Как бы... Входной билет в альфа-тест. То вам нужно оформить предзаказ на игрушку Cluster Trucks. Которая есть в Стиме. И она очень известная. Она очень... На самом деле, угарная игра. Просто даже купить ее и потратить на нее свои деньги. Это уже... Уже вы что-то получите. И при этом еще приятным бонусом будет... Ин ключ к альфа-тесту. Totally Accurate Battle Simulator. Мне кажется, очень замануха. Хорошая такая. Вот. То есть, есть реальная возможность получить игру 15 ноября. Напоминаю, это произойдет. В любом случае. Мы с вами прощаемся. До следующего видео. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И пока-то вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok